Бабушка Лида уехал он в четырнадцатом году, ваш отец, а мой прадед? Маленькая была Александра, Марья была с десятого года, Александра была и с тринадцатого года, а он уехал в четырнадцатом, тут гражданская война началась, революция и все. А после революции сказали там в Америке, что строят такое общество, Советский Союз, коммунисты строят, что не надо денег, ничего, все будет по потребностям, работать по возможности, получать по потребности и все. И не бери с собой доллары, потому что это потребуется, вот тебе и будут деньги. И он этого, и узнал, что тут голодают, и он вернулся домой. А вернулся домой он в двадцатом году. Был он там семь лет, да? Да, в двадцатом году. В двадцать первом году родилась дочка эта, уже Ганна. Ну, он приехал, все же не послушал, сколько заработал, столько и привез долларов. Ага, приехал, а тогда американцы очень славились, они были богатые, там эти все друзья. А, ой, Павел, Павел, приехал, все, в ресторан, заведет их в ресторан. И их всех там кормит за эти доллары, деньги. Ну, а после он думал, что это, он все эти деньги пропьет, и да, давай строить дом. А, понятно, вот этот, да? И построить дом, и поэтому он вот в двадцать первом году, там на стенке написано, 1921 год. Сейчас закрашено там краской, но я прочитала, 21 год. Вот он построил этот дом. За эти доллары, да? Да, и семья его не голодала, потому что в это время не было ничего. Мать говорила, что ели хлеб из вероса. Из вероса. О, как. Верос, вот это, что ты вчера принесла. Букет, букет. Ну, там добавляли картошки, еще чего-то, и такой хлеб был. И так уже хорошо, уже зажила семья, выручила голодной смертью он, как приехал. А потом вы родились? О, потом, после меня еще Петя родился, Надя родилась. После я, после Лена. О, сколько четверо детей еще было, было это. После его приезда? Да, да. С Америки? Да. Ясно. Ну, а всего было четверо. Значит, нас четверо. Восьмеро. Петя, Надя, я, Елена, четверо. Ганна, пять. А Юсип? Александра, шесть. А Юсип? И Мария, семь. А Юсип? Восемь. Восемь детей. Первый из седьмого года был Юсип. Ой, как, а я не знала, вот видите как. Да, первый был Юсип, и осталась мать с тремя детьми. И во время войны немцы уже захватили эту западную Белоруссию и сказали выезжать всем туда, на восток, в Россию. И они поздно уже выехали. И они ехали, и мать говорила, что их обстреливали запружанных где-то. И вернулись. Хорева где-то, Хорева. Есть такая деревня запружанная. Хорева доехали, там их обстреляли. Матерь прошла пуля через этот палец. Во. И все, и они уже никуда не поехали назад. Вернулись назад, потому что уже немцы захватили. Ну, а после этого отдали Польше эту, западную Белоруссию. Понятно, понятно. Вот так. И как, как это? Ой, ой, ой. Бабушка Оля, бабушка Оля. Ваша мама, это Оля, да? Оля звали. А моего Николая, сестра, сестра и отец заехали аж в Сибирь заехали. Раньше они поехали. Вашего мужа? Да. С Тельмашукас. Поехали в Сибирь. И так, говорила, так она вспоминала, хорошо до их относились. И все. Аннушка, 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 возьми там булочку такую, тебе пригодится в дорогу где-то. Так хорошо относились до этим. Ну и я уже, это, после революции они тоже вернулись все на свою родину. Угу, понятно. Ну а дальше этой, Дениса, отец был в Донбассе. Вот, этот вот, хозяин этого дома. Угу, так, стоп кадров. А после...